Выходной день на часах 8.00, но Одинцовцам не до сна. Они спешат на избирательные участки в Одинцовском кампусе МГИМО. Их 2.979 и 1980. К ответственному дню здесь, как и на других 214 участках Одинцовского района, все готово. Накануне в субботу успешно прошло тестирование установленного оборудования, в первую очередь видеокамер и комплексов обработки избирательных бюллетеней. Сотрудники комиссии прошли спецподготовку и готовы оказать избирателям техническую поддержку. На участках 1979 и 1980 голосовали жители улиц Новоспортивное и Можайское шоссе. Но были и те, кто голосовал по открепительным. В их числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Я очень надеюсь, что этот выбор, который сделают россияне, поможет нам идти вперед, укрепляя внутреннее согласие в обществе, развивая наш суверенитет, становясь еще более значительным фактором на международной арене. Но самое главное, я очень надеюсь на то, что все мы пойдем по тому пути, который будет правильным. И что шествие по этому пути сделает всех нас лучше. Выбирать будущее одинцовцы приходили целыми семьями. Для большинства день выборов президента не только ответственный, но и праздничный. Уже к 10 часам свой гражданский долг на двух участках, расположенных в кампусе МГИМО, исполнили 333 избирателя. Ректор вуза Анатолий Таркунов, который голосовал здесь же, отметил, что высокая явка наблюдается по всей стране. Прочитал, что на Дальнем Востоке там до 70% явка. Это свидетельство того, что для людей нынешние выборы – это очень важное событие. И никто не остается равнодушным и идет на избирательные участки, несмотря на холодную погоду, дождь, снег, ну где уж какая сложилась. Почетный житель города Одинцова, герой России Лариса Лазутина тоже не стала откладывать исполнение гражданского долга на потом, а в праздничном настроении пришла на избирательный участок и сделала свой выбор. Я очень рада тому, что сегодня на моем избирательном участке очень много наших жителей Подмосковья, Одинцовского района, города Одинцова. Поэтому я думаю, что все наши жители нашей огромной и великой страны примут правильное решение. К 20.00 явка на избирательных участках Одинцовского района составила более 64%. Большинство жителей муниципалитета отдали свои голоса за действующего президента Владимира Путина. Окончательные же итоги выборов будут по закону подведены через 10 дней.